И сразу же прилетел вот такой комментарий. У меня в сети 12 устройств Tuya, которые работают по Wi-Fi. Получать их вручную, вытягиваясь ключи из XML файла, очень неудобно. Поэтому для этих целей Марк Ваттех написал Tuya Key Extractor. И с помощью этой программы мы можем получить полностью все ключи очень легко, быстро и девайс ID в том числе. Скачиваем саму программу и нам еще понадобится .NET Core Runtime для Windows. 64-битный или 32-битный, в зависимости от того, какую программу вы выберете. Скачиваете, устанавливаете, разархивируете и вот наша Tuya Key Extractor. Запускаем эту программу. Первым делом нам нужно установить путь к нашим файлам. Я переименовал наши файлы, длиннющие XML файлы, название. Переименовал Smart и Tuya, чтобы было легко понять, где какой файл. Ну и точно так же удобно ввести его в эту программу. Предыдущий способ не совсем классный. Ну и можно пользоваться. Иногда Tuya может закрывать его. Есть еще один шикарнючий способ. И о нем я расскажу чуть дальше. Итак, печатать все ключи и мы получаем Local Key. Мы получаем Device ID. Ну и название, с которым зарегистрировано наше устройство в Tuya Application. Но теперь переходим к другому способу получения ключей, который гораздо оперативней, гораздо проще и при этом тоже бесплатный. Нам нужно зарегистрироваться на платформе разработчиков Tuya. iot.tuya.com Регистрируемся. Логин, пароль. Чем вы занимаетесь, название компании. И в какой стране находитесь. Получаете код верификации. Вводите код верификации. Все, аккаунт ваш создан. И у вас теперь есть доступ к платформе разработчиков Tuya. Что есть вообще прекрасно. Что нам нужно в первую очередь? Нам нужно в первую очередь создать проект. Создать мы можем бесплатно только один проект с 50 устройствами и не больше. Но это опять же бесплатно. Создаем проект. Тип проекта Smart Home. Описание. Да любое описание. Industry. Smart Home. Все. Создали проект. А вот теперь к этому проекту нам нужно добавить аккаунт нашей программы. Вернее, как мы зарегистрированы на Tuya. Вот этот аккаунт и связать. Вот для этого заходим в Tuya Smart Application на мобильном телефоне. Идем в профиль. Сверху будет сканер QR-кода. Нажимаем на сканер QR-кода. Сканируем код. И ждем совсем чуть-чуть. И вот подтягиваются данные с базы. Туяшной базы о нашем пользователе. User ID, Tuya Smart и количество девайсов. Количество девайсов у меня аж два. Потому что почти все работает на Zigbee. Заходим на наши девайсы. Смотрим, что подтянулось. Там опять же мы видим, что название и девайс ID уже хорошо. Для того, чтобы получать больше информации, нам нужно зайти на API Explorer. Но для того, чтобы пользоваться этим сервисом, нам его нужно разрешить и подключить, подписаться на два продукта минимум. Smart Home Device Management, авторизацию. Ну, также можно подписаться на Smart Home Family Management. И там еще есть два продукта с названием Smart Home. Подписка, опять же, бесплатная. И это тоже очень хорошо. Но нужно будет нажать на кнопочку Go to Afterize. И авторизоваться в проекте, который вы создали перед этим. Без этого работать не будет. То же самое мы делаем для Authorization. Покупать за 0 долларов приятно. Обязательно авторизуем наш продукт в нашем проекте. Обязательно. Все, авторизовали. Точно так же мы делаем для всех продуктов, на которые мы подписались. Авторизовали. А вот теперь заходим на API Explorer. И, пожалуйста, у нас открываются чудесные возможности. Но, дата-центр China. Обязательно выбирайте тот дата-центр, с которым вы работаете. У нас дата-центр в России, в Украине и Беларуси. Это Europe. Поэтому выбирайте Europe, иначе будете получать ошибку. Что можно делать? Получить список устройств. Сделать полный сброс в Factory Reset. Сделать, удалить устройство из базы. Что еще? Device Status и Get Device Detail. Нам нужно Get Device Detail. Выбираем сервер Европа. Задаем Device ID, который мы хотим получить информацию о котором. И получаем. Вот наш Device ID. Вот наш Local Key. Также оно передает еще и IP-шник, через который все это подключено. Через который Wi-Fi устройство работает. И координаты этого IP-шника. Поэтому, поверьте, даже розетка следит за вами. Способ такой очень удобный. И он довольно быстрый. Если вы делаете Factory Reset, у вас ID меняется. Если вы сделаете Remove Device. Вернее, переконнектите ваше устройство с программой. То у вас еще и Local Key меняется. Попробуйте это сделать с устройствами Xiaomi или другими устройствами. Удачи вам. В принципе, все. Пока-пока. Ставьте лайки. Субтитры сделал DimaTorzok